Итак, господа, я должен признаться. Простите, что разочаровываю, но моя жизнь действительно изменилась. Даже в 5.30 Антонио все еще спит. В 6 утра просыпается мой сын, но не я. Только в 6.30 встаю я и бужу жену, и мы вместе заправляем кровать. Но иногда я могу валяться даже до 7. Я понимаю, что это может шокировать, но так выглядит начало моего дня на сегодня. Что со мной произошло, почему я перестал рано вставать и почему следует вам? Об этом в сегодняшнем видео. Господа, я прекрасно понимаю, что делал до этого множество видео о том, почему нужно рано вставать. Некоторые будут даже ругаться на меня, что я меняю принципы, и как бывший морской пехотинец просто обязан вставать в 5 утра. Господа, я все еще поддерживаю те преимущества, которые дает раннее пробуждение, ведь я сам это многократно испытывал. С 5 до 7 утра у вас есть много свободного времени, когда никто не отвлекает, вы работаете и добиваетесь успеха. Я мог сосредоточиться на проектах, заниматься телом и бизнесом. Пока весь мир спал, я работал. Но ситуация и моя жизнь изменились. И в реальности те преимущества за 18 месяцев, которые давал мне ранний подъем, стали рутиной и начали мешать семейной жизни. К тому же, на мне висело время, что я всегда должен что-то делать. Теперь, просыпаясь в 7, все не сильно поменялось. Я поднимаю дочь, отправляю детей умываться и одеться. Далее, с женой готовлю еду, и в 7.30 мы сидим за столом и завтракаем. К 7.50 мы уже поели, и все готовятся к грядущему дню. Например, я собираюсь, чтобы в быстром темпе работать с людьми один на один, либо в групповом формате, отвечая на вопросы, управляя процессами, чтобы двигалась работа над проектами у нашей команды. Если вы знакомы с более старыми видео, то вы заметите изменения, так как я больше не занимаюсь спортом по утрам, а делаю это днем или вечером. Я все так же забочусь о своей форме, пью воду, потребляю витамины. Отвечая на сам вопрос, почему я перестал вставать в 5 утра, можно дать простой ответ. Я хотел иметь больше времени с семьей. Я просыпался очень рано, значит и ложиться должен был раньше жены. Она больше работает ночью. Также график детей. Моя дочь занимается балетом до 9.00. В 9.40 мы только будим дома, поэтому жена всегда забирала дочку поздно, что мне не нравилось, ведь я ложился уже в 9.00. Было трудно засыпать, пока не убедишься, что с дочерью и женой все в порядке, пока они не дома. Мне не нравилось, что я упускаю время по вечерам с детьми. Теперь же 40 минут, пока мы едем домой, я могу общаться с дочерью, что меня очень радует. Также и мой сын по пятницам. У него игры, которые идут до 9.30. А если они выездные, то это до полуночи. Теперь же я могу ехать с ним и обсуждать игру, что он делает, чему учится и что любит. Через его рассказы я чувствую, будто сам участвую в матче, так что мы проводим поездку очень захватывающе. И, конечно, время с женой. Теперь, когда мы ложимся, мы можем 15 минут пообниматься, мило побеседовать. Когда у нас были совершенно разные ритмы, я чувствовал, что мы немного отстраняемся друг от друга. Неудобно что-то обсудить или поделиться, когда мы не рядом. Так что я хотел вернуть все это. Вторая причина – тело чувствует себя лучше. Я чувствую, что мой циркулярный ритм улучшился. Также различные приложения и устройства показывали, что когда я вставал в пять, мое тело все еще спало, а будильник резко включался, и меня словно ударяли током, что было неестественно и негативно влияло на ритм. Есть разные уровни сна, которые меняются по ходу года. Летом мне комфортно вставать в 5.30 и не иметь проблем. Если я на открытом воздухе, кемпинге, то вставать рано очень приятно, но в спальне, особенно зимой, всегда хочется спать больше. Тело требует, да и на улице еще темно и некомфортно. Конечно, можно использовать различные лампы и менять обстановку, но ритмы тела все равно не меняются. Я предпочитаю более естественные пути, чтобы тело лучше отдыхало. Следующая причина, почему я изменил режим – я стал слишком сильно полагаться на кофе. Я выпивал по пять чашек кофе еще до 10 утра и даже установил правило, что после 10 больше не буду пить, иначе вообще не мог заснуть ночью. Далее я стал добавлять много крема и прочего, что увеличивало калорийность, но мне не нравилось, что я так много уделяю потреблению кофе, а значит, получаю слишком много калорий и кофеина. Просыпаясь позже, сейчас я чувствую, что не уставший, и мне не нужно ни кофе, ни лишний кофеин в теле. Говоря о продуктивности, мне очень нравилось, что с пяти до семи мне никто не мешал работать и оставаться в фокусе, и разрабатывать проекты. Но проблема работы с партнерами в США заключается в том, что всегда сложно определить удобное для всех время. К полудню я уже умирал от усталости и хотел спать, потому что изменил время сна у организма, так что для повышения продуктивности мне нужно было больше отдыхать. Я чувствую, что с девяти до одиннадцати работаю более продуктивно, но также мне всегда днем необходимо быть доступным для связи с партнерами, чтобы моментально ответить, обсудить проблему и не замедлять работу над проектом. Это увеличивает эффективность работы, быстрая коммуникация очень важна для меня и команды. А если я хотел спать уже к полудню, и был меня полезен на протяжении дня, то темп работы замедлялся. Вернусь ли я когда-нибудь к столь раннему режиму? Думаю, что да. Мне действительно очень нравится спокойное утро и тихая работа, но прямо сейчас в моей жизни главное место занимает семья, и я хочу проводить время с женой и детьми. Мой график должен совпадать с их графиком. Это приносит мне больше удовольствия. Итак, господа, напишите в комментариях, какой у вас режим и помогает ли он вам. Есть ли те, кто встает в четыре утра и еще более сумасшедшие режимы? Опишите свое утро в комментариях, насколько эффективно оно проходит. Итак, господа, что вы хотели бы увидеть дальше? Как насчет видео, как вставать в пять утра? Да, я понимаю, что данное видео совершенно о другом, но если вы не пробовали так делать, то вам будет полезно испытать. Я дам полезные советы, и вы выберите, какой график лучше всего подходит вам.